Привет всем! 19 июля уже. Как мне иду так кажется не качаясь, а потом на видео так прыгает всё. Не умею я держать правильно камеру. Так, понедельник. Решила я сегодня появиться перед вами. Но что говорить, вы знаете, абсолютно не знаю. Что-то я так расслабилась, кайфую, хожу гуляю, наслаждаюсь прогулками молча. И разговаривать как-то лень. Может сказывается то, что погода такая, жарко. У нас 33-35, а то и больше, градусов каждый день на улице. Ну, в общем, как я говорила, лежать тюленем только, где-то в тени. Вот, например, как здесь. Тенёчек. Дерево, ветер повалил почти на землю. И там бы лечь или между деревьями повесить этот, как его называется, покачаться, сетку. Ну, в общем, и лежать, продувать будет. Вот сейчас где-то 24-25 градусов. И оттуда, снизу, мне в лицо такой ветерочек более прохладный, не жаркий. И прямо кайф идти. Не жарко совсем. Так. Впервые я снимала себя на телефон. У меня такая селфи-палка, которую можно устанавливать как держатель, как кронштейн. Как же называется? Ну, в общем, как-то называется. И можно поставить. И я поставила и сняла впервые. Это камеру поставить очень легко. А телефон же, если без подставки, то не будет стоять. Селфи-палки не все имеют такую функцию. Смотрите, у нас всё выгорело. Почти дотла. Чуть-чуть пооставалось. Травка, муравка. Вот. Да ещё косят. Они убирают это сено. И оно высыхает сверху. И мешает траве расти. Я так думаю. Ну, ещё и жарко, конечно. Дождей нет у нас. Где-то вокруг да около. Ходят. Вот. Так. Муж мой продолжает быть в отпуске. Вот. О, какой-то рачок, как американский. Ага. Похож. Это что, и спальное место у него там? Какой там у них большие такие, да? А это впервые вижу такой. Интересно, что за марка машины. Так, Шанюха, пошли. Пошли. Нам троллейбус не надо. Да. Ну, сегодня все на работу. У нас пока всё окей. Ну, в смысле никаких ограничений. Ну, в смысле того, что всё открыто. А ограничения есть. Маски и дистанция, как бы, ну, в общественных местах. Но пугают, что будут утяжелять. В общем, не очень это радует. Хотя мне какая разница. Мне без изменений. Я как пенсионер могу ходить, гулять на улице. Никто меня никогда не заставлял. И не наказывал, чтобы я одевала защитные средства. Сейчас же YouTube. Ещё когда будет произнесено какое-то слово или написано, то ещё может и забанить. Вот. Там у них всё сделано для этого. Поэтому стараются обходить эти слова. Другими какими-то заменять. Вот такие дела. Вот такая свобода. Свои мнения. Изъяснять. Так, что в моей жизни. Вот вчера дошила дочке платье. В прошлом году я себе вышивала жирафа. В этом году и себе вышила, и сшила платье. Вот дочке вышила на льме. Такой цвет хаки. А шить я не успела. Лето закончилось. Ну, в общем, в этом году решила ей шить платье. У неё вот 21-го день рождения. Ну, и думаю, дню рождения порадую её. Она и не знает, и не догадывается, что я ей сшила. Правда, они все. И Настя, и Вика. Как сюрпризом получают платье. Это я уже четвёртое или пятое шью. Вот, и они уже готовые платья видят. Платья, шитые именно для них какие-то. Вот. В общем, Настя носит у нас оверсайз. Поэтому и мамыны платья одевает. Да и Вика тоже в последнее время любит свободные балахоны. Вот, все у маму и бабушку. Как говорила это, я смотрела один из роликов Яны Скворцовой, сейчас в моде, чем больше ткани уходит на платье, тем оно достойнее, красивее. Вот. То, что платье парашюты, много ткани используется, а не так. Полтора метра, как тоже пишут. Раньше можно было из полтора метра сшить, а теперь минимум три метра уходит. Да, это так. Я Насте шила последнее платье, какое я шила ей. И так не перемерила, посмотрела, думаю, кусок большой, как будто бы, правда, ширина не метр сорок. Вот. И начала раскраивать. А когда дошла до нижнего яруса, я поняла, что у меня не выйдет он. Еще надо метра полтора, ну не полтора, может, а метр ткани. Вот. И получилось платье с двумя ярусами. Но оно и так чуть ниже колен, как бы было длинное. А так в коротком варианте отлично смотрится. Насте понравилось, она как раз приехала. Вот она у нас поступает в Университет культуры. и как раз творческие конкурсы были, где она там изображала бабочку. Собеседование было. Помимо того, что оценки, да, как бы принимаются. Но еще творческий конкурс. Читала что-то там, какую-то, или вирш, или стихотворение, или байку какую-то читала, уже не помню. Ну, в общем, теперь ждем. Там они проходят, эти творческие конкурсы, не за один день. Ну, в общем, на платное они приняли ее. А вот на бюджет 19 человек всего берут. А, забыла сказать, что она хочет быть режиссером кино и телевидения. на эту специальность она поступает. 19 человек всего на бюджет берут. Ну, и, в общем, не знаем, как. Там уже будет учитываться ЗНО, как это оно, я не знаю, как по-русски будет. у нас сдают итоговое для поступления, кто поступает. Ну, в общем, у нее средний балл. У нее не самый высокий. Ну, в общем, у кого-то, если будет больше, то могут взять на бюджет, они будут смотреть на то, какие баллы набрал. На платное не обязательно. Ну, в общем, мы в ожидании, как повезет или не повезет попасть на бюджет. Ну, а так уже мы говорим. Ну, будем все вместе стараться и пусть Настя учится и на платном. Так, мне повезло. Я там висю каждое утро шведская стенка и я цепляюсь там за перекладину. И так на турнике я как-то побаиваюсь, потому что нету поддержки, а шведская стенка так я грудью поддерживаю с пузом и висю. В общем, приятно так повисеть секунд пять. а это мужики возле моей стенки. Висит один, подтягивается и второй. Не хочется как-то клиниваться к ним. немножко прогулялись со мной по знакомым местам. Я буду уже домой идти, то возможно заедет зять, а не заедет, так мне придется с ним встретиться где-то на нейтральной полосе передать дочке платье. Он приехал в Киев, зуб треснул. Так Вика его по скорой записала к стоматологу, вот, и не знаю, что там ему будут, наверное, удалять будут. А они собираются ехать путешествие дней на десять, на две недели. Поэтому день рождения будут в дороге. И платье приходится передавать заранее. Ну, в общем, так я уже спешу домой, потому что возможно позвонит и надо будет встретить его. как у меня еще такая прическа содержится. Я поднимаю ее наверх и челку, и бока, потому что под челкой все время потом жарко. А еще форма держится. Удивляюсь прямо. на все. На этом буду заканчивать видео сегодняшнее. Спасибо, что заходите, смотрите мои нудные влоги. до новых встреч. Шить себе я пока что ничего не шью. Вот. Возможно, начну. Не знаю. У меня столько нарядов, что я могу еще 10 лет не шить. Ткани я не покупаю, там у них что-то я не поняла даже. По-другому все. иногда я захожу поинтересоваться. Ну, в общем, какими-то кусками у них продаются наборы такие для рукоделия или еще для чего-нибудь. Ну, в общем, вот такие дела. Так что говорю на этом пока-пока. До новых встреч.